Всем привет! Сегодня я вам покажу очередную часть своей косметической зачистки. Буквально вчера наводила порядок в декоративной косметике. Здесь и блески, и помады, и тени, и различные тональные средства. Вот в такой пакетик сложила, чтобы раздать подружкам. А здесь уже уходовая часть косметики. Скорее всего, эта часть будет не такая, что мне просто не понравилось. А то, чем я не успеваю пользоваться, и лучше, чем это все будет лежать у меня, я кому-то это все раздам, подарю. Начнем мы с ухода. В основном я делала чистку в своих средствах по уходу за волосами, потому что у меня их сейчас скопилось очень много. И первое, что вы можете видеть, это масляный шампунь для волос. Не так часто я им сейчас пользуюсь, и скорее этот шампунь подойдет для совсем таких ослабленных и сухих волос. Поэтому знаю, кому его отдам. У меня его вот так вот. Очень классный, очень хорошо. Он разглаживает волосы. Здесь потрясающе хороший состав. Вот, но отдам, потому что просто не успеваю им пользоваться. А здесь ограниченный срок годности. Это шампунь Бальзам 2 в 1. Я бы так сказала про него. Сила фруктов. Мне понравилось то, что здесь нет состава. Обычно я, когда использую какой-то шампунь, я люблю читать его состав. Увязкая, густая консистенция, зеленого цвета. Больше половины у меня его еще, опять же, не успеваю пользоваться. И третий шампунь, который я отдаю, это спасение волос с Владом Лисовцом. Это был гарния сос восстановления. К сожалению, ничем супер особенным для меня он не отличился, поэтому отдаю. Может кому-то понравится. Тоже здесь больше половины. Следующее практически новое средство, это облепиха Сиберика. Облепиховый гель для формирования локонов. На моих прямых волосах тяжелых он не действует. Поэтому отдам той девочке, у которой вьющиеся волосы, возможно, ей и подойдет. Следующий шампунь Сиос. Фиксация цвета, без сульфатов, бережный уход. Хороший состав, как для шампуня масс-маркета. Он оживлял волосы. Я думаю, что идеально бы подошел для девушек, у кого именно такие волосы окрашенные. Но я сейчас, опять же, не успеваю пользоваться. Вот где-то так его еще осталось. Но и волосы у меня, конечно же, не окрашены. Следующий продукт и последний для волос, который я дам. Гарния фрукти. Замечательный аромат. Пользовалась я им достаточно часто. Неплохой продукт за свои деньги. Из косметики для лица у меня вот такая только маска банкетная, которая не подошла ни мне, ни моей маме. Она у меня вызывает высыпание. Это уже 100% от нее. Я в этом убедилась. Здесь написано, что это маска перед выходом. То есть, когда нам куда-то надо идти. Но мне она не понравилась. Наносила и на ночь, наносила и утром. И вообще, как бы эффекта ноль, плюс еще высыпание. Теперь мы перейдем к пакетику с декоративной косметикой. И буду доставать вот в той последовательности, которая здесь. Здесь, первое, это Фаберлик. У нас блеск для губ. Артикул 44,81. Покупала по какой-то распродаже, заказывала я этот блеск. Он неплохого цвета. Он очень красиво блестит. Вот когда я его вчера думала выбрасывать, не выбрасывать. Вот такой у него оттенок. В общем-то, мне он нравится. Нюдовый, с золотыми блесточками. Но у меня подобных оттенков много, поэтому им я вряд ли буду пользоваться. А дам тому, кто будет. Далее, блеск для губ, которым я пользовалась достаточно активно этим летом. Фаберлик 44,98. Во-первых, мне здесь не понравился аппликатор. Он как кисточка, но кисточка не очень хорошая. Цвет арбузный, какой-то такой яркий, тоже переливающийся. У него вкусный, приятный аромат. Блеск хороший, не скатывается в белую полоску. Поэтому, в принципе, я его могла бы вам советовать. Следующее, чем я давным-давно уже не пользовалась, это тональный крем от Guerlain. Блинжери называется. Я знаю, что он многим нравится, но мне он, к сожалению, нравился меньше всех остальных тональных люксовых средств, которые я когда-либо тестировала. Вот такой цвет здесь. Ну, для меня сейчас, конечно, слишком белый, но для моей вот не загорелой кожи он отлично подходил. Кстати, оттенок это у меня 0,3. Следующая, Sedona Lace Stick to M. Stick it to M. Это хорошая база под тени. Она имеет силиконовую основу. Она очень хорошо разравнивает века, то есть подготавливает к нанесению теней. Часто я ей пользовалась, наверное, даже около года я ей пользовалась. И вот здесь, наверное, больше половины еще осталось. Сейчас я пользуюсь другими. Вот так она выравнивает и цвет, в принципе, и очень гладкая поверхность после нее. Следующее достаю отсюда. Это новая серия. Я вам говорила, что эти помады мне не подошли, хотя многие мне написали, что тебе идет. Но я вот смотрела на видео, мне даже на видео не нравилось, как они выглядят. Давайте покажу вам из swatch. Это вот такая помада. Вы меня просили показать поближе с вочи. 4719. Хорошо не ложатся на губы, но полупрозрачно. Цвет здесь достаточно красивый, но на мне он смотрится не так, как надо. Следующая, Faberlic, тоже помада. Это 4673. Жар-птица, по-моему. Вот такой оттенок. Но это совсем не мой оттенок, поэтому я даже вот ее, она новенькая-новенькая, не буду показывать swatch. Кому-то ее подарю. Так, следующая тушь. Эту тушь просто надо было выбросить, это пустая баночка. Очень классная кисть, необычная она, но она замечательно прокрашивает и удлиняет реснички. Я бы во второй раз такую купила. Далее. Тени Maybelline в оттенке грязно-розовом, перламутровом. Все, я как-то их хранила, мне было жалко. Смотрите, вот здесь давайте на базу нанесу. Очень жирненькие такие тени. Вот вторая помада Secret Story. Оттенок, это оттенок 4714, который мне больше не понравился, чем предыдущий. Он более даже холодно-коричнево-лиловый какой-то получается. Но вот этот красиво смотрится так, на губах мне не нравится. Тоже полупрозрачный, увлажняет нормально. Дальше тени Pupa, оттенок 01, матовые. Подобных теней у меня очень-очень много. Белые, меловые даже, они не слишком шелковистые. Я их раньше использовала, вот здесь можно видеть, что я все-таки, вот есть небольшая выемка здесь. Использовала как базу под тени, то есть закрепляла базу, какую-то силиконовую этими тенями. И потом я на этой матовой тени растушевывала другие какие-то. Так, следующая помада 4540. По-моему, у меня тоже оттенок. Я его вам как-то показывала, да. Он был у меня на губах. Яркий, барби, розовый такой оттенок. Но, опять же, не знаю, как-то не приносит мне удовольствия пользоваться этой помадой. Поэтому отдаю. Следующее. Этот карандаш я вам уже показывала. Наверное, придется его выкинуть, потому что никому он не нужен. Такой очень плохой оттенок там. Далее, Skin Food. Это я отдам своей племяннице, которая уже непонятно, что с него сделала. Она постоянно как ко мне приходит, вот красится этим блеском. Приятный аромат такой для девчонок. Вообще, замечательный блеск. Немного придает коричневый оттенок губкам. Нравился он мне. Далее, этот я тоже вам показывала. El Corazon с приятным запахом. Просто у меня все здесь в одном пакетике. Лак вот такой ярко-розовый. Не помню, если честно, показывала я вам его или нет. 0,8 оттенок. Он очень жидкий. Следующее. Это Soft Lips. Но это я просто уже выброшу. Замечательный бальзам. Если вы найдете вот такой бальзам, берите, не задумываясь. У него приятный аромат ванили. Он отлично увлажняет, питает губы. Плюс здесь есть SPF 20. Очень тоненький стик. Осталось здесь уже совсем немного. Так, достаю я Mary Kay. Блеск для губ в таком рыжем каком-то оттенке. Вообще не люблю такие оттенки. Мне они не подходят. Но вот для осени хорошо бы подошел этот цвет. Сам по себе блеск неплохой. У него вот спонжик. Он хорошо наносится. С золотистыми блесточками. Я его выиграла. Была в клубе еще когда училась. Вот. И там я не помню. Какой-то конкурс был. Либо что-то такое. Вот выиграла я этот блеск. Просто ради памяти его держала. Но, конечно, мне он абсолютно не подходил. Я даже, наверное, ни разу никуда с ним так и не вышла. Дальше. Белый карандаш Art Deco. Уже выбрасываю его. Не советовала бы я вам его покупать. Он вот такой беломолочный. Но он раздражает глаза. Слишком-слишком он царапает века. То есть он жесткий такой. Хотя держится неплохо. Но для водной линии лучше возьмите либо самый такой расхваленный на YouTube. Это и в Роше карандашик, либо, я не знаю, какой-то бежевый. Вот Шанель хороший вариант. Но не такие белые. Они смотрятся искусственно, как из какого-то мультика. Еще один праймер. Это Too Faced. Очень часто им пользовалась. Особенно я любила брать его с собой в поездки. Несмотря на то, что он такой маленький, но удаленький, как говорится. Потому что я его, наверное, года два с собой возила. Все. И вот он еще не закончился. И я здесь половина хорошо держит тени. Но больше я его люблю, наверное, из-за вот этой упаковки. Ничего такого особенного в нем. Вот и все, в принципе, что у меня здесь. Это тоже выпросить. Какие-то от Tardeko, по-моему, либо. Не знаю, от чего. Какие-то кисточки не нужны. Вот и все, в принципе. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оказалось полезным. Ставьте пальчики вверх. Увидимся в новых видео. Пока-пока.